Мы на ВДНХ, это главный вход, парадная арка, дальше центральная аллея с фонтанами, и мы продвигаемся к павильону номер один. Красота? Куда пойдем? Сейчас на представление. На представление. Музей? Нет. Театр сказок, и комбо должен быть в мульт... как это? Мульт, мульт, мульт... парк. Да, туда и пойдем. Дошли до фонтана, и нам нужно в театр сказок, в эту сторону. Мы купили комбо-билет на взрослого тысячу, на ребенка 1700. Театр сказок туда входит, и союз мультфильм. Здесь театр сказок. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать. Мы переходите в гардероб, кому нужно. Снимайте курточки, у нас тепло. Иди снимай курточку. И вот первое чудо. За мной вырос огромный-огромный лук, но он не простой. И у этого духа выросло большое ухо. И это ухо слышит все наши желания. Если у кого-то есть какое-то заветное желание, есть у вас такие? Да. Да, тогда давайте по очереди. Это вот шутки-шутки. Давайте еще раз. Раз, два, три. Один раз нужно ударить. Готовы? Раз, два, три. Глазки широко-широко. Ага. Вот так, он обиделся из-за того, что мы его вот так вот били. Давайте еще раз. Раз, два, три. Дай понижение. Ой, понижение. Будем с тобой. О, молодцы, молодцы. Так, стоп. Тут какая-то инструкция написана. Кто читать умеет? Я. Оставайся читать инструкцию, а мы все поймем. Сейчас найдем пенечки. О, наши стульчики. Отлично. Сверх должно хватить несколько. Вот еще есть. Кстати, осторожно, некоторые из кочков пенечков у нас кусаются. Если они будут кусаться, их надо погладить, а не перестанут. О, котлус, вендет, валетти. А я тоже так умею. Ну, давай. Давным-давно, когда всяких чудес на Земле было намного больше, чем сейчас, жили добрые волшебники. И хотя люди их никогда не видели, они знали, что волшебники существуют. Потому что часто ощущали их присутствие и помощь. В этой волшебной стране всегда греет солнце. И даже зимой растут цветы красоты необыкновенной. В лесах живут необыкновенные животные, умеющие разговаривать и летать. В реках плавают золотые рыбки, а птицы набивают удивительные мелодии. Повсюду царит любовь и спокойствие. И однажды великий маг решил создать школу магии и чародейства, где каждый желающий мог научиться тому, что умели только избранные. А, нельзя преподавателя своего превращать в улитку, в хамелеона, в ящерицу. Извини, это наш физрук, да. Вы как, расслабовали? Да ладно, он... Анатолий Сергеевич, извините, пожалуйста, они экзамены, потом вам вдвоем сдадут. Ага, так, ладно, второе правило. Подожди, второе правило. Не вызывать волшебные метла для доставки пиццы. Какое правило уже? Так, а третье правило, не кататься на драконах. Ага, во время перемены. Ну ладно, мы это сегодня делали. Ладно, четвертое правило, не превращать себя в гигантскую поп-звезду. Омально. Никакой улюзии не стать тебе поп-звездой. Станешь поп-звездой, нормально, не волнуйся. И пятое-пятое желание, святички. Создавать волшебных святичков, когда вам это вздумается для развлечения. Так, что? Извините, но я одного создал, да. Какого нельзя же? Ну, а я создал. Ну, знаете, я вообще без магии не могу жить. Я вот просыпаюсь утром, думаю, не хочу вставать. Немножко магии, я бодр. Да, думаю, зубы чистить не хочу. Чуть-чуть магии. И почистил. Да. Только самые смелые из вас смогут научиться управлять стихиями и призывать духов. Читать звезды и предсказывать будущее. Использовать растения для лечения болезней и создания магических смесей. Создавать эликсиры и магические предметы. Мир таит в себе много тайн и загадок. И только самые чуткие и ловкие смогут их разгадать. И правда. Это вы. Что вы здесь не только для того, чтобы научиться магии, но и для того, чтобы стать лучше и умнее. И умнее. Да, магия существует. И кто усомнится, когда есть радуги и луговые цветы, музыка ветра и молчание звезд. И каждого полюбившего коснулась магия. Это очень простая и самая удивительная часть нашей жизни. Оставайся от зубы. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья. И добро пожаловать в школу магии и волшебства. Здравствуйте. Постоянный читатель и смотритель волшебной библиотеки. Умник приветствует вас. Меня зовут профессор Умник. Мне можно задавать абсолютно любые вопросы. На все смогу ответить. Ни один ученик в плащине Витимки не пойдет мимо нас незамеченным. Потому меня и зовут Громила. Я здесь отвечаю за безопасность школы магии. А я здесь ни за что не отвечаю. Просто живу жизнью, наслаждаюсь магией, обучаю. Вот и буду рад с вами познакомиться. Меня зовут Растяпа. Как вас зовут? Я Майя. Валь, привет. С кем тебе на обед? Кристина. Кристина, здравствуй. Викторина. Ксюша. Паша, Вика, Соня, Алёна. Ой. Стёп, Антон. Давайте все вместе скажем именно на три-четыре. Три-четыре. Запомнил? Да, вас всех вместе зовут очень просто. Первый ингредиент. Вот это. Палочка. Зачем она палочка? Действительно, зачем? У нас есть свои. Отечественного производства. Ладно. Так, первый ингредиент, который нам нужен. Оу. Глаз. Какой глаз? Глаз циклопа. Глаз циклопа? Ага. Подожди, подожди. Извините, пожалуйста. Мы поток, я пробую, скорее. Поставь на огонь. Ставлю. Так. Ну и второй ингредиент нам нужен. Смех сусликов. Я же моего-то возьмем. Где мы его? Где? Я так понимаю, здесь. А у меня даже заклинание есть. Смотри. Вот так. Так, осторожно, пожалуйста. Суслик, пожалуйста, приди. Ты уверена, что тебе заклинание не стало? Конечно. Смотри. Не хотелось бы вообще. Остер с ребятами. Да, бюстер, идем, 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 идем. Ой, какой хороший. Ты же нет. Нет. Тихо, тихо. Так, нужно как-то его размешить. Так, а как-то побер. Сузлик и вот это. Ой, какой, извините. Так, снова поврали. Слушайте, вот такой вопрос. А вы видели когда-нибудь таких птиц в реальном мире? Нет. Я, кстати, так как-то даже вижу. Конечно, конечно. Потому что главный волшебник создал нас. И отправил в реальный мир, чтобы людям было веселее. Но вас нету в реальном мире, как? Конечно, потому что есть не только добрые волшебники, но есть и злые волшебники. Злые волшебники. Конечно, и злые волшебники. И эти злые волшебники посадили нас в клетки. Какой вопрос. И продали в другие страны. Ох. Вот так. Так, погодите, что же делать? Мы вообще зачем пришли? Мы услышали в каких-то зеркалах, которые разбиты. И... Нам нужно было найти вас. Знаю, знаю. Итак, летим со мной. Так, погодите. Так, я забыл, что вы хотели. Василка, Василка, ладно, все вспомнил. Дорога там нужна. Есть еще одно неразбитое зеркало. Где? Так, чего я не понимаю. Где, где были? Там были? Так, вы где? А-а-а! Кто меня это? Так, это точно моя рука или нет? Точно, да. А это? А это? Ну что, моя рука? Слушай, а ты где? Погоди, погоди, меня. Подожди. Без магии здесь явно не обошлось. Так, а мы здесь найдем доброе привидение? Доброе привидение? Доброе. Все, давай. Я, давай. Я, давай. И мы найдем за зеркало. И не факт, что оно будет доброе, кстати. Все отрезала. Кто явился в мой дом? А это кто говорит? Слово. А ты, понимаешь, да? Что вам надо? Шоколад. У вас есть шоколадка? Нет, дай бог. Есть шоколадка. А 300 лет шоколада не нет. Шоколада. Подождите. Шоколада. Шоколада. А вы вообще где? Я здесь. Здесь. Здесь-то где? Ну, здесь. Ты не видишь меня? Уже? Вижу. Я маленькая и очень добрая привидение. Добрая? Ты же меня не боишься? Мы же не боимся? Нет. Нет, мы не боимся. Нет. Да. Испугались? Нет. Хоп. Никто не испугался меня. Совершенно не испугались. Да что же это такое? Я же привидение. Вы должны меня бояться. Это очень интересное. Слушайте, а мы вообще любим всякие истории. Что? Я вам что, сказочные привидения? Ну и что? Это же то. Ну ладно, ладно, так и быть. Расскажу вам историю своей жизни. Только сдерживайте слезы, пожалуйста. А да очень-очень грустно. Так. Давным-давно, когда я еще был совсем маленьким мальчиком. А что? Погодите. Маленьким мальчиком. Вы что, их послушаете? Да. Нет? А, папа, вот что? Вот так и закончилась эта печальная история. Удивительная история, знаете. А, слушайте. Вы все прослушали. Вообще-то да, мы все прослушали, но давайте, вот что я вам вообще хотела сказать. Да. Знаете, почему мы вас не боимся? Почему? А потому что, не важно, кто ты снаружи, главное, кто-то внутри. И мы видим, что вы очень дружелюбное поведение. Правда? Да. Может, мы с вами подружимся? А что такое дружба? Вы не знаете? Ребят, давайте скажем, что такое дружба. Я с вами приеду. Да. Играть вместе. Что еще делают друзья? Серьезно? Как тебе театр сказок? Мне очень понравился. Советую всем. А что там было из интересного? Ну, как бы там была школа волшебства. Посетить театр сказок можно в определенные часы в павильоне номер 9. У них разные представления есть. Более точная информация на сайте ВДНХ. Ну, а мы отправляемся перекусить во вкусные точки. И дальше нас ждет павильон Союзмультпарк. Он находится рядом с колесом Солнца Москвы. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok